Краткосрочный план по капремонту многоквартирных домов увеличился. Теперь вместо одного года на выполнение первого запланированного этапа отведено три. Работы приняты и оплачены на 43 объектах. Первоначально за 2015 год до декабря планировали отремонтировать 586 домов. Не получилось. Переход на трехлетний план меры вынуждены. Из 500 многоквартирных домов конкурсы проведены и определены подрядные организации только на 254 дома. Соответственно, да, мы слышим о том, что конкурсы сейчас и дальше будут объявлены, но мы понимаем, что при отрицательных температурах ряд работ выполнять просто нельзя. Это и мягкие кровли, и фасады, в некоторых случаях и инженерные коммуникации будет невозможно сейчас уже до конца года выполнить. Поручение губернатора не выполнено. Кто виноват? Внятного ответа у регионального оператора нет. Говорят, муниципалитеты не могут определиться, что им нужно. Сначала заявляют одни работы, потом приходит информация о необходимости выполнения совсем других. С муниципалитетов поступают изменения видов работ, которые требуют корректировки программы и уже даже корректировки той работы, что проведена. Сделаны обследования, составлены сметы, практически дом готов к тому, чтобы вводить его на конкурс. Нам присылают протоколы общего собрания, где люди изменили вид работы. То есть это повторная работа с выездом подрядной организации, которая проводит обследование и составление сметы. Переход на трехлетний план подразумевает практически все те же работы, что были запланированы изначально. Где необходимо, внесут корректировки. Но теперь никакой суеты. С чувством, с толком, с расстановкой. Краткосрочный трехлетний план войдет 1677 домов во всех муниципальных образованиях Ивановской области, за исключением Верхнего Ладыховского района, где реализация программы капитального ремонта начинается с 2018 года. Однако спускать срок сорванные первоначальные сроки капремонта зампред Владимир Шарипов не намерен. На стол губернатора в скором времени ляжет представление о соответствии занимаемых должностей, касаемо руководителя рекоператора Елены Сисягиной и специалистов департамента ЖКХ, ответственных за реализацию программы.